Здравствуйте! Время новостей на телеканале Саратов 24. Меня зовут Павел Фитилёв. Я и мои коллеги готовы рассказать о главных событиях к этому часу. Большой пожар в центре города. Полыхала станция техобслуживания. На возгорание приехали больше 80 сотрудников МЧС. Жили без газа. Жители новостройки в Ленинском районе оказались заложниками халатности застройщика. В ситуации разбиралась Жанна Марченко. Сколько молодых зрителей хотят попасть в Саратовский театр бесплатно? И про новое время спектаклей расскажу я Надежду Новикова. Что приготовила нам небесная канцелярия в четверг 16 сентября на Святую Василису? Через несколько минут расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь! Ремонт старого и строительство нового. Речи об образовательных учреждениях в Шаханах-2. В военном городке большие проблемы со зданиями. Например, местные музыкальные школи больше века. И чтобы дети могли продолжать заниматься музыкой, там делают капитальный ремонт. А еще в поселке нет полноценной школы. Ее будут строить заново. Она Забалуева расскажет подробнее. Это первое занятие в музыкальной школе в новом учебном году. Для преподавателей детей он начался с изменений. В здании идет капитальный ремонт. За лето поменяли отопление, сделали крышу, заменили все окна. За ближайшие два месяца в планах завершить полную реконструкцию. Об этом просили местные жители. Они обращались с проблемой к Вячеславу Володину. Есть работы много, но средства в полном объеме найдены. Они в наличии. Поэтому та работа, которая выполнена, это лишь первый этап. До конца года, с тем, чтобы не прерывать занятия, мы проведем полностью реконструкцию, которая позволит заменить все то, что устарело. А здесь практически кроме каркаса надо будет менять все. Здание музыкальной школы в Шиханах-2 построено больше века назад. Со временем потрескали стены, обветшал внешний вид. За ремонтом будет следить Николай Панков. Он же курирует проект по строительству новой школы. Сейчас в закрытом военном городке нет полноценного образовательного учреждения. Для школьников проводят занятия в здании бывшего детского сада. Дети учатся во второй, в две смены. Маленьким детям во вторую смену очень тяжело учиться. Питание приходится возить не знаю как. Это садик. Это садик. Мы учимся в садике. Садики сократили. Тоже ютятся дети. У них группа большие. И здесь мы очень много... Ну не хватает нашим детям абсолютно. Мы предлагаем вам один из проектов, который есть и его могут бесплатно отдать. Проект это нужно нанимать проектантов, нужны деньги. Значит это примерно, как правило, это 10% стоимости. От стоимости самого проекта возможно стоимость школы. Поэтому этот проект мы, ну правительство области, я думаю, может его отдать бесплатно для того, чтобы вы уже дальше его могли через Министерство обороны отстаивать и защищать. В новой школе смогут заниматься 550 учеников. У детей будут современные классы, большая спортивная зона, места для отдыха. Кстати, этим летом открылся ФОК в городке. Все жители могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Туда и к новому зданию школы будет вести сеть тротуаров. Их также планируют строить в Шиханах-2. Анна Забалуев, Роман Шельдяев, Саратов-24. Пожар ранним утром в Саратове сгорела станция техобслуживания автомобилей. Возгорание произошло в районе детского парка по адресу Астраханская, 88. О ЧП специалисты МЧС узнали в 8 часов 26 минут. Площадь пожара составила около 800 квадратных метров. На месте работали 14 единиц техники и больше 80 человек личного состава. Пожару был присвоен второй повышенный номер вызова. Была угроза взрыва газа. Погибших и пострадавших нет. Очаг возгорания ликвидировали в течение часа. На первых этапах тушение осложнялось тем, что во дворе находились легковые автомобили. Полностью территория была заставлена автотранспортом. Понадобилось некоторое время пожарно-спасательное подразделение, чтобы растащить данную технику и подъехать к месту пожара. Существовала угроза взрыва газовых баллонов. Значит, с места пожара было всего эвакуировано 4 газовых баллона и 1 пропановый баллон. Внесли проект. В России все же собираются отменить техосмотр. Документ уже в Госдуме. По задумке, процедура будет необходима лишь для постановки на учет и при смене владельца. Для коммерческого транспорта техосмотр не отменяют. Не собираются ужесточать в ближайшее время и штрафы за вождение. Тем временем в Саратове лихачей ловят при помощи очевидцев. Те снимают на видео нарушителей и отправляют патрульным. Впереди рубрика «Автохам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые запоминающиеся. Первое видео прислал телезритель Павел. Мужчина просит дорожных полицейских проверить водителя этой «Лада Калина» на кадрах мост через Волгу. И, судя по видео, «Универсал» нарушил правила перестроения и едва не ударил машину очевидца. Телезритель Юрий недоумевает, как только не паркуются в Энгельсе умельцы. Вот и на этот раз на московской У-145 дома водитель «Яндекс.Такси» оставил легковушку на тротуаре. Перегородил дорогу пешеходам. Непонятно, что изобразил водитель этой грузовой «Газели» и чем ему помешал инвалид на электроколяске, который двигался по краю проезжей части. Случилось это по дороге между Пробуждением и Новопушкино. Регистратор, кстати, был установлен на инвалидной коляске. Наш помощник Денис снял торопыгу на «Тойота РАВ-4». Кроссовер несется по встречной полосе, собирается свернуть к домам на Лесной Республике. Еще одного водителя, который торопился, снял очевидец Сергея. На Чернышевского с ветерком несется седан «Форд». Номер нарушителя на ваших экранах. Все видеоролики мы передали автоинспекторам, так что спасибо всем телезрителям. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на наш электронный адрес. Он на ваших экранах. Давайте бороться с автохамами вместе. Готовили на плитках и переплачивали за электричество. Речь о жителях одной из новостроек Ленинского района. Дом на улице Ботавина построили специально для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Люди заехали в квартиры в прошлом году. Однако радость новоселья была недолгой. Выяснилось, что в высотке нет газа. Жанна Марченко знает, почему жильцам даже пришлось обращаться в прокуратуру. И чем закончилась неприятная история. Чтобы сварить приобретительный суп, нам требуется часов пять. В течение минут 20, наверное, просто вода будет закипать. И как неприятный бонус платежки за электричество. Суммы в них были бы гораздо меньше, если б семья Азимбаевых реже включала электроплитку. Но пока это единственный способ приготовить еду. Мы одни из первых заехали в этот дом. Заселились. Самые первые, еще когда не было даже лифта. Потому что сложились такие жизненные обстоятельства, что продали квартиру, заехали сюда. И у нас уже в течение года, как мы заселились, не было газа. Газа не было во всех 24 квартирах. Многоэтажка 10Б на Бардина новая. Ее построили и сдали в прошлом году по соцпрограмме. Большая часть жильцов – это переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Квадратные метры люди получили, что называется, под ключ. Сантехникой, внутренней отделкой стояли даже плиты. Но время шло, а газа в них так и не было. Люди написали обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство начало проверку. Застройщик объяснил следующее, что документы действительно были у него. Он не предоставил их по причине большой занятости. Если бы он сделал вовремя, газ бы летом уже был, где-то в июне месяце, был уже у людей. С учетом того, что документы фактически были в организации, и газовая организация не могла приступить к проверке данных документов, газ не мог поступить данные на квартирный дом. После обращения жильцов в администрации района состоялось большое совещание, на котором разработали и утвердили дорожную карту по проблемному адресу. Ситуация осложнялась еще тем, что дом не передали управляющей компании. Поэтому пришлось решать вопросы из прямой оплаты коммунальных услуг. На днях было принято решение газифицировать дом. Сегодня непосредственное подключение происходит к действующему газопроводу. Так называемые в простонародье врезка работают наши бригады. А в самом доме произвели обход каждой квартиры, убедились, что газовое оборудование на месте стоит. Сделали контрольную опрессовку газа, то есть утечек нет, жители могут быть спокойны. После того, как специалисты закончат работы по подключению, газ постепенно пустят во все квартиры. Зажечь конфорки жильцы смогут уже сегодня. Жанна Марченко, Роман Шельдяев, Саратов, 24. За последний месяц саратовцы вызывали скорую более 12 тысяч раз. Областной министр здравоохранения Олег Костин и главврач городской станции скорой помощи Олег Андрущенко провели брифинг для журналистов. Представителей СМИ пригласили на небольшую экскурсию. Показали единый диспетчерский центр на Хальзуново. Куда и поступает основная часть звонков по Саратову, Энгельсу и Татищеву и Саратовскому району. В будущем сюда будут звонить жители всей саратовской агломерации. Сейчас оборудовано 48 рабочих мест. И врачи и диспетчеры работают в единой системе. Здесь можно также отследить местонахождение бригад и спецмашин. Вот недельный ковид. Видите, вот столько машин, фактически вот так распространяется, в городе распространяется сейчас от заболеваний. Идет вот. Количество обслуженных вызовов, посмотрите, еще расширяется. До улицы расширяется, чтобы было видно. Как отметили медики, сейчас идет рост заболевания коронавирусом. Министр связывает это с началом учебного года. Количество вызовов только по ковид – полторы тысячи за две недели. К росту заболевших в министерстве готовы. Увеличивается в больницах и количество дополнительных ковидных стационаров. Также уже запитана кислородом офтальмологическая больница на 9-й дачной. Как только понадобится, она начнет принимать больных коронавирусом. Впереди прогноз погоды от Александра Новохадского. После вернемся в студию и продолжим знакомить вас с новостями. Здравствуйте, новые соседи. Вот, пришла познакомиться. Здравствуйте, хозяева наши дети. А мы помогаем. Решили улучшить жилищные условия молодым. Бизнесмены, наверное. Да нет, нет, что вы. Просто мы 18 лет доверяем свои сбережения сельскохозяйственному кооперативу «Гарант Кредит». И теперь пожинаем плоды. Ваш «Гарант Кредит». Телефон 906-444. 708-444. Генеральный спонсор прогноза погоды сельскохозяйственный потребительский обслуживающий кооператив «Гарант Кредит». Удобные и выгодные кооперативные программы по сбережениям. Здравствуйте. В четверг, 16 сентября, на Святую Василису, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе, Балакове, переменная облачность. Кое-где возможны небольшие осадки. Ветер северо-западный умеренно и холодно. Температура днем до плюс 18, а ночью до плюс 7. Партнер прогноза погоды национальные фермерские продукты от Абхазии до Камчатки в Саратове. Ароматные специи и аджика, домашние мясные деликатесы, сырые кубани и адыгеи, дальневосточная рыба и икра. Все можно продегустировать только с 16 по 26 сентября в ТРЦ и ТАУ-галерея. В Саратове и Энгельсе сухо и тоже прохладно. Температура днем до 15, а ночью до 9 выше 0. Атмосферное давление около 755 мм в ртутную столба. По приметам, если муравьи к осени соорудили большие муравейники, то следует готовиться к суровой зиме. А спонсор выпуска общественно-политическая газета Суть только важная и нужная информация. Всем все доброе. Уберегите себя. До встречи. Общественно-политическая газета Суть это ведущее издание города Балакова. Еженедельно мы выпускаем 22 тысячи экземпляров. Наш девиз – «Зри в корень», что позволяет уже 23 года входить в топ-5 изданий области. Газета Суть – это острота, независимость и востребованность. А еще здесь вы найдете купоны на скидки, частные объявления о покупке, продаже или вакансиях, интересные рекомендации медиков и много призовых конкурсов. Газета Суть – только важная и нужная информация. В Саратове 800 человек бесплатно посмотрят спектакль в Театре драмы. Столько билетов уже приобрели по Пушкинской карте, которая дает такую возможность тем, кому от 14 до 22 лет. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной открытию нового театрального сезона. Надежда Новикова узнала, роман какого известного земляка лег в основу премьерного спектакля. Что делать в Театре драмы? Именно премьерой этого спектакля здесь откроют 219 сезон. Ставит роман Чернышевского питерский режиссер Игорь Коняев. С саратовскими актерами он работает уже не первый раз. В прошлом сезоне ставил спектакль «Человек из Подольска». Николай Гаврил Чернышевский, ваш земляк, никогда не был революционером. Вот это надо, чтобы все поняли. Он писал роман о том, как должны жить разумные, цивилизованные люди. Он предложил вариант своего видения того, как люди на земле могут построить, создать рукотворный рай. Среди нововведений не только премьеры в театре, но и новые возможности для зрителей. Спектакли хотят выходные играть не только вечером, но и днем. Востребованной в Саратове оказалась и Пушкинская карта. На спектакле театра драмы приобретено по ней 800 билетов молодыми зрителями. На эти деньги больше ничего другого нельзя купить. Поэтому сделают выбор в пользу театра и пойдут в театр. Но они могут на эту карту ходить и в цирк, и в филармонию? В цирк не могут. Они могут ходить в филармонию, театры, музеи. В цирк пока нельзя. И слава богу, наверное. Лучше бы только что в театр ходили. Также в театре драмы готовят спектакль и по книге современного блогера, и по пьесе ирландского драматурга. Не забудут и про Пушкина. Саратовский зритель увидит постановку маленькой трагедии Моцарт и Сальери. А перед Новым годом не обойдется без сказки. Это будет «Последний волшебник». Надежда Новикова, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Вы снимаете, мы показываем в эфире рубрика «Мобильный репортер». Каждую неделю мы показываем кадры, которые на мобильные телефоны сняли вы. Присылать видео можно на нашу почту info.sobaka.saratov24.tv или размещайте в социальных сетях с хэштегом «Мобильный репортер Саратов». Что попало в объективы камер на этой неделе, смотрите прямо сейчас. Начнем обзор с происшествий на дороге. Автолюбитель снял на видео аварию из семи машин. Кто стал виновником крупного ДТП, осталось за кадром. А этих водителей, кажется, ничем не напугаешь. Успевают не только исполнять, но и снимать трюки на огромной скорости. Вот уж кто никуда не торопится, так это обитатели этого саратовского двора. Кошкам даже хватает времени выяснять отношения. И в завершении кадры из двора на усть Курдюмской. Там в один из вечеров состоялся живой концерт. Те, кто не смог спуститься, слушали музыку через открытые окна. Мы и не мечтали. Альберт Уотсон, всемирно известный фотограф, работавший с Майклом Джексоном, Стивом Джобсом и Джонни Деппом, выставляется в Радисчевском музее. Его мечты, так называется выставка, уже побывали в Америке, Европе и теперь прибыли в Саратов. В экспозицию вошли 40 фотографий. Жанна Слепышкова побывала на открытии выставки. Раньше постеры из этого календаря вешали в кабины грузовых машин или гаражах. Теперь фотографии из издания произведения искусства. Саратовцам решили показать выставку легендарного календаря Пирелли. Автором очередного выпуска стал знаменитый современный фотограф Альберт Уотсон. Предлагаем саратовским зрителям оценить шедевры, которые как бы вписаны в контекст вот такой мировой истории фотографии современной. Выставка проходит во время кинофестиваля «Саратовские страдания», что очень символично. Альберт Уотсон создал не просто фотографии. Каждый кадр взят будто из фильма, где на главной роли именитый дворец пригласил Джиджи Хадид, Сергея Полунина и Летицию Каста. В Саратове нет возможности приобрести, конечно, календарь, но хоть мы можем посмотреть то, что здесь представлено, все известные американские актрисы, модели. Вот Джиджи Хадид самые знаменитые в топ-10 моделей мира входит. Также вот Александр Вонг тоже известный модельер, поэтому Гарнер, Джина Гарнер актриса. Ну, это, конечно, производит впечатление. Автор фотокалендаря использовал интересный формат 16 к 9. Именно в таком соотношении снимается кино для больших экранов. Декорациями кинокартин были выбраны небоскребы Нью-Йорка и тропические сады Майами. Фотографии в цвете можно пересчитать по пальцам, а вот черно-белые занимают большую часть выставки. Конечно, вот где цвет и где не цвет. То есть, мне кажется, что без цвета, то есть черно-бело-серое, оно передает больше эмоций, показывает больше жизненности. Поэтому мне нравится смотреть контраст черно-белой фотографии и контраст черно-белых фотографий с цветными, что ты можешь найти одну и ту же героиню, одного и того же актера, модель, но в разных обликах и в разной постановке. Познакомят саратовцев и с тем, как создавался календарь. В одном из залов можно увидеть работы с другого ракурса. Выставка будет работать в Радищевском музее до 3 октября. Жанна Слепышкова, Олег Буланов, Саратов, 24. Тяжелые очки и саратовский сокол на выезде победил футбольный клуб Рязань. Соперники долго не могли поразить ворота друг друга. Случилось это только во втором игровом отрезке, хотя несколько опасных моментов было и в первом тайме. Запомнился он также и двумя потерями для сокола. Травмы получили лидеры клуба Фасхудинов и Столеренко. С игры забить не получилось и во втором тайме, но в одной из атак защитники Рязани действовали с нарушением правил своей штрафной. Арбитр указал на 11-метровый. Пенальти хладнокровно реализовал уже штатный пенальтист Андрей Демченко. В итоге 1-0 нужная победа для сокола. Все ребята бились и вот в этом моменте там вот это был момент во втором тайме считаю переломный когда Рязань могла забить не использовал этот момент там один игрок наш бросился под мяч второй Артем выручил вот я так думаю игра была сложная и для нас и для соперника и такая догола скорее всего эта игра была так и получилось мы забили победили очень рад что выиграли Парад волейболельщиков и волейболистки Протона они стартовали с победы в Кубке России игры проходят на паркете спорткомплекса Звездный первый поединок предварительного этапа наши волейболистки проводили против Уфи Мочки из Уфы игра завершилась со счетом 3-0 в пользу команды Протон 16 сентября стартовчанки встретятся с Череповецкой сменой начало матча в 20.00 О главном к этому часу все следить за новостями можно и в нашем инстаграм-аккаунте я же с вами прощаюсь всего доброго до встречи